Активные датчики дистанционного зондирования Некоторые виды летучих мышей обладают активной системой для ориентирования в пространстве во время полета, которая создает звуковую волну и регистрирует ее отражение от объекта. Летучая мышь может измерить эхо, чтобы определить, насколько далеко находится этот объект и в каком направлении он может быть. Именно так работают активные датчики дистанционного зондирования. Если небо облачно, пассивные оптические датчики не могут видеть поверхность Земли. В этой ситуации мы можем использовать активные датчики, которые вырабатывают собственную электромагнитную энергию в форме импульсов радио или света. Когда датчики получают эхо отраженного сигнала от поверхности или атмосферы, они измеряют его свойства и извлекают из них очень полезную информацию. Мы используем два типа активных дистанционных датчиков — радиолокаторы и лидары. Радиолокаторы используют радиоволны, а лидар — световые волны. Анализируя полученные эхо-сигналы, активные датчики могут измерять различные физические переменные. Угловое разрешение Антенна похожа на телескоп, но она работает на радиочастотах. Чем больше зеркало телескопа, тем меньше поле обзора. Поэтому наш дистанционный датчик будет видеть только те объекты, которые находятся в пределах его поля зрения — лучи антенны. Мы можем улучшить это разрешение с помощью антенн на движущихся платформах и сложной обработки сигналов, например, с помощью так называемых радиолокаторов с синтезированной апертурой. Расстояние Измерение задержки между тем, когда радиолокатор или лидар излучает импульс и когда его эхо принимается. Так мы можем измерить расстояние до объекта. Правило простое. Чем дальше находится объект, тем больше времени требуется эхо, чтобы вернуться назад. Скорость Мы можем измерить скорость объекта, используя эффект Доплера, который состоит в том, что звук от транспортного средства звучит выше, когда он приближается, и ниже, когда он удаляется. С помощью активных дистанционных датчиков мы можем проводить измерения различных явлений природы с более высоким разрешением. Однако измерить эхо не так просто, как кажется, потому что есть много факторов, которые могут изменить процесс распространения сигнала. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что различные поверхности по-разному воздействуют на отражение радиосигналов. Процесс известный как рассеяние электромагнитных волн. Ровные поверхности, такие как дороги или вода, обеспечивают почти зеркальное отражение. Вспаханные поля или растительность представляют собой неровные или шероховатые поверхности, которые рассеивают энергию диффузно во многих направлениях. Наконец, когда электромагнитная энергия отражается от более чем одной поверхности, такой как деревья или здания, это называется эффектом многократного рассеяния. Как видите, каждая из этих ситуаций приводит к отражению различной силы, поэтому углы позволяют сенсору определять, от какой поверхности отражается исходная энергия.